СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Вы сейчас слышите голос Азизы Агаева, да, мы еще не представились. Да, и Владимир Сметанин сегодня, как всегда. Рекомендую настоятельно заходить на наш сайтах akirovo.ru, там есть видео-трансляции, вы можете заглянуть в нашу студию, действительно у нас тут красивая вот емкость с долмой. Да. И наши гости сегодня... А, нет, сначала давайте тему. Да, и тема у нас сегодня... Ну, конечно, мы с Владимиром, когда выбирали тему, нас все время на кухню тянет, но пришлось немножечко тут... Добавить кухне, чтобы респектабельность придать теме нашей передачи, да, и назвать его воплощение души в национальной кухне. Вот так. Да, и сегодня у нас очень много интересных гостей, я думаю, что после этого любой слушатель нашей передачи захочет попробовать блюда этих поваров. А их можно попробовать у нас, у нас есть места в городе. Да, и поэтому сегодня мы... Я представляю гостей, Владимир. Давайте, давайте. Нона Аслана Абусеридзе. Шеф-повар-кафе-дом-кино. Грузинская кухня. Грузинская? Грузинская кухня. Немножко так сразу, чтобы ощущать, понимаете, специфику. Грузинская кухня. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. У нас сегодня тут небольшая проблема с микрофонами, мы будем так по ходу программы их делить. Добрый день. Добрый день. Да, дальше представляем. Сегодня Сейдов Эльчин, Абулфазоглы. Или просто Эльчин, мы договорились. Или просто Эльчин. Повар-кафе-кристалл. Азербайджанская кухня. Ну вот он сегодня угостил нас и принес красивое блюдо, прекрасно украшенное долмы. Добрый день. Добрый день. Очень приятно здесь быть. Здравствуйте, Эльчин. С нами сегодня Вайль. Вайль, это тоже повар, и он у нас сегодня представляет египетскую кухню. Да. Да, добрый день. Добрый день. И еще один наш гость, у нас сегодня четверо гостей. Мы в Европу, да? Мы сегодня, да, решили для восстановления равновесия еще, значит, хотя, наверное, так делить может быть неправильно, потому что, посмотрите, наверное, сегодня надо делить кухню. Кухня южная и северная, потому что итальянская кухня, средиземноморская кухня очень по своим свойствам близка и к грузинской, и к азербайджанской, и к египетской кухне. Итак, у нас Даниэля Франческо, шеф-повар кафе Паприка. Добрый день. Добрый день. Вот такой большой компанией мы собрались. Ну, я лично могу сказать, что много раз ел произведения Даниэля, и... Но вы сразу так хвалить начинаете. Каждый раз мне очень нравится... Выделять особенным. Ну, это повод для всех остальных пригласить и снова и показать, на что они другие способны, да? Хотя и в кафе «Кристалл», и в Дом кино, и, значит, в остальных местах мы тоже бывали и пробовали. А вот хочу спросить сразу у наших гостей. И вот в настоящее время активно к вам идут люди, клиенты, и готовить приходится много и часто. Вот Нонне Аслановне, хочу задать этот вопрос. Да, да, есть. У вас с клиентурой проблем нет? Нет, у клиентуры проблем нет. Это национальная кухня такого, и что надо, когда от души, вот, знаешь, там, приправы национальные, привозят нас грузы, дают такой аромат, чтобы гости сами уже хотят больше и больше проходить и попробовать. А как много любителей грузинской кухни, вот, именно среди кировчан, там, коренных кировчан? Много я не только Дом кино, работала я в разных кафе, работала, у меня были очень хорошие, и гостей достаточно много, которые, вот, куда я перейду, там они спрашивают, где я. А, то есть вы за собой, да? Да, за собой. Люди, которые идут и говорят, где здесь, но, Наславовна, работает так, нам не важно, где она работает, мы хотим попробовать. И больше, и больше прибавляется народ. Кто попробует, потом они друг друга передают, что есть. Наславовна, вот я хочу спросить, вот, смотрите, у меня вот такой вопрос, который меня очень интересует. А есть блюда, которые люди заказывают по настроению? Есть. А вот, например, когда у меня очень хорошее праздничное настроение, например, и если бы я был бы вашим клиентом, я бы пришел к вам и заказал бы что? Вы заказали бы так же хатяпуры, так же сациви, так же хинкали. Хинкали это с чачей, это очень-очень хорошо. Хинкали с чачей? Ну, чачей не будем рекламировать, да? Если же она присутствует, то пусть будет, да? Вот это именно праздничные блюда, да? Да, при хорошем закуске, при хорошем вино, разные, и так же национальный, это грузинский национальный, так можем сказать, самогон, да? Но эта чача уже знакома на весь мир. А в чем ее особенность? Вот именно грузинский чачей? Да, именно делается после вот вино, которое остается, вот зерна и все такое, вот от этого делается, и свой аромат дает вот это семечки, которые от винограда. Виноградные косточки? Да, от виноградной косточки. Да, 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 да. И очень хорошо пользуется не только в Грузии, и не только в России, и за границей тоже. А скажите, почему под ханькали именно надо чачу? То есть, почему нельзя ханькали просто сесть, что это дает какое-то вот... Ханькали сам себе острый. Ага. Это приправы разные. Да. Чтоб чача уже этого... И вот это сочетание ханькали, острого ханькали с чачей дает какое настроение человеку? Очень хорошее. Очень хорошее настроение. Вот чтобы понять, что, значит, это очень хорошее, надо это попробовать. Пожалуйста. А тут еще желание снова и снова заказывать, да, если... Потом уже идет прибавление за столом, уже аппетит появляется вкусный, аромат. Такой ханькали сам себе ароматный. Если урубленное мясо, ханькали идет с 17 века. Положается хорошим. Как появилось вообще это блюдо? Ханькали появился при войне. Вот чем это кормит в войне? Чем были мясо и мука. Вот женщины там, которые были, создали вот это ханькали рублене. Именно рублене. Своеобразный вкус дает. Мне иногда казалось, что вот эта часть ханькали, которая, извини, Володя, пожалуйста. Вот эта часть ханькали, которая, вот тесто, которое готовят. Мне, я когда смотрел, мне очень напоминает подготовку к приготовлению лаваша. Нет, совершенно разные тесты. То есть тесты совершенно разные. Совершенно разные тесты. Лаваш, это делается дрожжирование теста и делается в тандире. А так ханькали делается очень-очень крутое, ну как сказать. Очень крутое, да, тесто. Да, крутое тесто. Добавляется там только яйца. Все больше ничего не добавляется. И варится в воде. Именно в воде, не в паре. Именно в воде варится. Ну и продолжая тему, предложенную Азизом Алиевичем, он говорил о состоянии, когда душа поет, да, когда радостно на душе, а когда наоборот, ну вот как-то не... А когда вот испортилось, вот девушка, понимаешь, сегодня не пришла на свидание, и ты пошел к Ноне Аслановне один, в размышлениях заходишь и что заказываешь? А кушать хочется, да. А кушать хочется. Что-нибудь острое, острое, которое дается Грузию, при настроении, чтобы настроение поднялось. Такое бывает чанахи. Такое бывает оджахуры. Так, давайте пояснять, что это такое. Чанахи это... На основе чего? Основные ингредиенты. Там идет картошка, паклажаны, зелень, ну, само собой, мясо. Не имеет значения, это будет говядина или баранина. Там однозначно добавляются разные приправы, и зелень обязательно, базилик украшает очень сильно, и парирует лук. И побольше чачи еще. И побольше чачи. Чтобы совсем настроение поправить. Раз настроение плохое. А вот, если перейти вот к эльчину, да, эльчин, а вот хэнькали... Азербайджанская кухня, да. Это азербайджанская. А хэнькали имеет ведь аналог в азербайджанской кухне? Да, имеет, безусловно, но оно, в общем-то, практически это то же самое, это блюдо не сильно усложняет. А как называется по азербайджанской? Хэнькаль. Хэнькаль. Сулу хэнькаль. Ну, это то же самое действительно блюдо, которое не усложняет, оно вкусно само по себе в своей вот такой простоте отварное тесто. У жирного таяния слюни, да, когда разговариваешь мясной. А у дагестанцев хэнькал, по-моему, да? Да, ну, хэнькал. Суть блюда та же, действительно. Что-то быстрое, на скорую руку и очень вкусное. Ну, я вот тебя хочу сказать, тебя тогда спросить хочу. Ну, вот когда ты, например, ну, молодой человек, ты вот молодой человек вот сидишь у тебя, и вот, значит, ты хочешь угостить родителей. И вот ты... И хочешь это с душой опять же сделать. И хочешь это сделать с душой, и вот выразить вот в этом угощении, ну, как положено, ты хочешь выразить уважение, почитание, благодарность. Вот эти все смешанные чувства одновременно хочешь родителям выразить. Вот ты их приглашаешь в гости и готовишь им. Тут, конечно, хэнькал у меня делается. Это надо что-то сложное, более трудоемкое. Ну, наверное, даже какая-то смена блюд. Я думаю, на первое можно подать как, типа, суп из баранины, пяти. Это который специально в горшочке. Это суп из баранины с добавлением специального сорта гороха. Его привозят из Азбаджана. Это не место, это крупный горох. Нут. Да, нут, скажем, наверное. Там картошка, специи, все эти хитрости. Это пусть будет на первое. И на второе, ну, уж, наверное, та же долма или, может быть, шашлык. Ну, в зависимости от того, если на природе, то лучше, чем мясо жареное на углях. Тут уже никто еще ничего не придумал. А сама подача, вот она как происходит? Вот обстановка как бы вот эта... Подача, безусловно, украшается блюдо. Дольки лимона, свежая зелень. Где-то сумах, это вот специи соответствующие. Да, все это украшается. Зерна граната. Ну, украшений много не бывает. Это чем больше ты поработал над блюдом, над подачей, над его, над внешним видом, это, наверное, то самое, которое выражает отношения. Потому что просто приготовить это одно, подать от души, это уже сразу заметно. И вот это самое важное. Люди понимают, что тут не просто приготовили, достали, подали, а еще где-то какой-то художественный вкус проявили. И тут можно сочувствовать, которые подачи тебе хотят выразить. Да, люди всегда это сразу чувствуют. Если, допустим, у нас какой-то проходит свадьба, банкет, юбилей, да, мы знаем, кто юбиляр, главные лица, жених, невеста. У них, конечно, все гости получают блюда с украшением, но их блюда особо выделяются, и они это чувствуют, всегда приходят, благодарят. То есть подача украшений это большое значение имеет, огромное просто. То есть есть привязка все-таки к конкретным датам, да, праздничным в жизни человека, там, день рождения, свадьба, еще как-то. Ну, в кафе обычно мы с этим сталкиваемся, свадьба, юбилей, дни рождения, это дни профессиональных праздников. У нас тоже, слава богу, работа есть, скучать не приходится, ну, то есть работаем, стараемся. Ну, я думаю, что можно теперь и дальше перейти, да, вот у меня вопрос с Даниэлем. К Даниэля, итальянская кухня. Итальянская кухня, Даниэль. Вот поближе микрофон к себе. У тебя есть много амиго, там, друзей, да. Вот ты, значит, у тебя в душе, душа поет у тебя, да. Поет, да. Да. Канта. Канта, Канта. И, значит, душа поет, и ты хочешь вот это вот, то, что у тебя в душе поет, вот, какая-то мелодия такая вот, ну, как это сказать, такая позитивная такая вот. И ты хочешь это передать друзьям, но петь ты не умеешь, не умеешь или умеешь? Умею. Умеешь? Ну, давай, может, с этого и начнем. Давай, спой что-нибудь. Ладно, не будем. Давай, мы тебе поможем, давай. О, соли мио. О, соли мио. Не знаю. Нет? Что? Пупо. Пупо? Хорошо, давай. Что такое пупо? Это пупо. Один, молодец. Один куплетик, давай. Один куплетик. Джелата, чоколадо, дочо, по салату, джелата, чоколадо. Молодец. Спасибо. И вот у тебя поет. И вот хочется передать, да. И ты хочешь вот это передать настроение своим друзьям. И что ты готовишь? Я готовлю кухня итальянская, европейская. Так, что именно? Какое вот у тебя блюдо? Типа, не знаю, паста. Паста? Паста, типа лазанья. А какая паста? Есть много сортов пасты. Да, и какой сорт передает вот это настроение? Мука, типа, один мука в форме другой. Можно есть пенни, спагетти, талятели. А ты сам готовишь пасту из муки или ты покупаешь? Нет, покупаю. А где можно ее купить? Практически вопрос. Магазин. Здесь, в Кирове можно купить. Да, да, да. Да, и какую пасту ты подаешь? Барилла. Фирма Барилла. Ну, и все равно много пасты с морепродуктами, с курицей, сенгой, много. Так. Много вариантов пасты с грибами. Хорошо. А вот к пасте, видимо, пасты отличаются друг от друга, когда там говорят болонезы, там еще какое-то. Они отличаются чем друг от друга? С чем, что? Они как отличаются? Чем отличаются? Технологии или продуктами, которые туда... Паста макро. А сверху что кладешь? Не сверху, надо, надо все вместе. Вместе? Мешать. Да, помешать все вместе. Эта сверху не вкусно. А вот в пасте главное, вот это вот соус или паста? Да, соус надо внутри на пасту. А какой ты соус готовишь? Соус типа болонезе или жюлен. А тебе больше что нравится? Мне все нравятся. Все нравятся. Все нравятся. Ну, а праздник для торжественного момента, да. А вот это поющее настроение, друзья, вот когда? Вот у меня карбонара, спагетти, карбонара, это блюдо, блюдо национальное. То, что хотели. Спагетти, карбонара, да. Давайте поясним, что это значит, что там используется. Сливки, бекон. Сливки, бекон, яйцо, помезан. Все. Обычно, вкусно. И после этого, друзья пришли, ты подготовил эту пасту карбонары, подаешь и... А как ты это несешь там, говоришь? Что ты говоришь? Или поешь по ходу пупу там? Как ты это несешь там? Я все говорю. А, что говоришь? Друзья. Когда готовят друзья. Да, амиго. Что ты? Дома. Дома, да. Ну, я ничего не говорю. Все, сиди, кушай. Ничего не говоришь? Сам говоришь. Паста сам говорит. Ага, паста, да. И ты так внимательно смотришь. Говорит с ними паста или не говорит с ними паста? На лицо видно. Если они все молчат, значит паста говорит. Да. Просто смотри, ароматы шли, все взмешно. Понятно. А к пасте грузинскую чачу наливаешь? Я не знаю, что это чачу. Мы в чачу, это грузинская водка. А-а-а. Не-не-не. Чуть позже объясним, если хотите, поподробнее. Вайли хочется, да, египетская кухня, арабская кухня. Вот эти вопросы, да, которые уже задавались. У вас в кухне тоже существует вот это понятие, когда хочется вот под особое настроение, да, и под особое событие преподнести что-то вот такое изумительное в плане, да, блюда. Присутствует такое? Конечно, но у нас популярно и культурно у нас побольше, чем у вас. У нас рыба, свежая всегда. Вот в самом море рядом. Да, мы везде море у нас, на Среднеземном море и Красном море, вот так, у нас самая популярная национальная блюда, вот так, это рыба. Рыба с рисом. И рис у нас со всем, вот так, рис с картошкой, рис всегда, рис всегда. Но рыба, это самая популярная у нас, вот так, рыба, креветки, калимарии, рыба. И по-другому, так очень, по-другому. Ну, смотри, вот, хорошо, у нас тут прошлой передачи Мохаммед сделал, он всё время говорит, вот рис с креветками. Мы его спрашиваем, что ты на Новый год готовил? Рис с креветками. А что ты на день рождения дочки готовил? Рис с креветками. Потому что он любит креветки. Вот, а есть вот, когда рис, например, когда готовишь креветки, а когда ты готовишь рыбу, а когда ты моллюсков каких-нибудь готовишь, то есть есть какие-то вот... Ну, какой-то символ какой-то в этом, да? Есть впечатление, что креветки надо готовить к такому-то празднику, рыбу к такому-то празднику, там, и так далее, и так далее. Ну, у вас, у вас тут вот так, у вас не надоело, так можно каждый день кушать картошку, да? Тут в России вот так, картошка так популярна, так можно жареная картошка, вот так, буре, это картошка. Жареная картошка, супер, драники. Всегда картошка с маслом, картошка, значит, в тесте, картошка полезно. Или просто макароны без соса, у вас макароны без соса, у вас вы били только макароны, да. Но у нас мы можем каждый день кушать рыбу, у нас не надоели рыбу, потому что у нас много разного, как готовы рыбы. Хорошо, какой праздник самый главный в Египте? Нет, у нас праздник самый главный, потому что у нас праздник барилега. Какой самый главный праздник? Курбан-байрам. Курбан-байрам, отлично. Вот наступает... Ну, на Курбан-байрам не кусать мясо. Баранина именно вот так. О, значит, наступает Курбан-байрам, хорошо, баранина это, так сказать, ну, такая часть. А вот тоже рис? Конечно. И какая баранина? Просто вареная, жареная или что-то? Есть. Мы можем сделать в марине, потом сделать шашлык. В маринаде? В маринованной. В маринованной. В маринаде, да. Потому что я работал в основном раньше. Вот так она меня понимает. В маринаде, да, и на шашлык. И можно луля-кебаб. Мы здесь луля-кебаб. И... Тут я попробовал баранина. Я первый раз тут попробовал. У нас такой нет плов. Это очень вкусно. Это Нонна Аслановна показала? Да, Нонна. И у нас был тоже человек, который с нами работал из Кыргызстана. Он очень хорошо готовил баранина. Так, с курдук. Ну хорошо. А если вот к тебе в дом приходит уважаемый человек? Рыба я готова. Ты готовишь? А в каком виде? Ты же его не просто варишь или в кастрюлю? Нет, нет, я не варю. Определенный сорт рыбы или любая какая-то. Вот сейчас Нонна Аслановна сказал приправы. Да. У нас тоже приправы. Эль Чин сказал, я его так украшу, что человек сразу поймет, что я его люблю и уважаю. Значит, Даниэль сказал, слушай, моя еда так будет пахнуть, так будет пахнуть, что его можно не есть и сразу поймешь, что я тебя люблю. А в Египте что? Ну хорошо, рыбу что? Секрет-то рыба. Секрет-то рыба. Я видел, что тут у вас рыба вы готовите с луком и соль и черный перец и бриброва, которые покупают только с магазина без брибровой рыбы. Да. Нет, у нас рыба, если вы хотите попробовать национальную рыбу вот так, оригинальную рыбу, чеснок. А можно я тебя уберу со стандартного хода? Вот есть человек, которого ты очень уважаешь? Есть? Конечно. Вот он к тебе идет в гости завтра. Да. Ага. И ты купил очень хорошую рыбу. Что ты с ним делаешь? Как ты выразишь человеку, что ты его уважаешь? Вот в рыбе. Вот эти чувства свои к нему, как ты сможешь? Жареная рыба. И как ты его будешь жарить? Чеснок, тумин молотый. Но самое главное, тумин, тумин, да. Самое главное, чеснок и тумин в любой рыбе. А почему именно эти специи? Потому что это даст вкус и пахнет, вкус и пахнет так. А тумин вот так вообще очень вкусно. Они могут любой там... Да. Кстати, в зависимости от степени готовности чеснока и вкус разный. Да. Да. То же самое чеснок, но вкус разный. Вот так. Ты можешь делить чеснок в духовку, разное, чем будет жарено, разное, чем будет... Да, да, да. Другой, да. И можешь готовить с отруби. Отруби, рыба с отруби вот так, но это в духовку. Когда тебе выглядит рыба, будет так, как всё, горила. Но она не горила. Только кожа начинаем чёрная, но внутри вот так очень готовая. Вот так белая, вот так... Ну, вот ты берёшь это чёрное. Запечённая получается. Да, да. С корочки. Ты берёшь это чёрное, убираешь сверху. Да. И внутри готовое такое. Украшаешь, готовишь его как-то. Да. И самое главное соусом. У нас соус, который у вас нет. Как называется? С кунжутом. Тахина. Ага. Тахина соус. То есть мы можем его где-то попробовать? Да, дай бог вот так. Приходите, Мухаммад, вот так я могу вам угостить. А что в основе этого соуса? Кунжут. Кунжут, да. Соус, кунжут. Я, правда, не пробовал ни разу. Кунжут на соус. Нет, я... Да. Ну, нам попробовать. Кунжут обычно как зёрна ведь сыплют. У нас, у нас... Есть кунжутное масло. В азербайджанской кухне как зёрна, да. Да. В итальянской кухне используют кунжут. Да. Я не сильно себе представляю. Да. Так, мы уже смотрим уже, что получается нам. Да. О, какая прелесть-то. Боже мой. Это суп. Слушайте. Это суп называется... Как-то прикасаться к этому. Да. Но там рыба, там калимары, там... Рыба, калимары, креветки, лангуст... Мурепродукты. Да, морепродукты. Мурепродукты. Любой рыбный суп – это уха. Булус с луком. Это называется суп? Это суп. Да, а внутри картошка... Что-то деликатесов кинули, значит, в кастрюлю. Суп очень густой такой получился. У нас суп в Египте, а суп – значит, бульон. У вас суп – значит, внутри морковка и картошка и... У нас суп – бульон только. Да, да, да. И я очень часто этого не понимал. Я заказываю суп, мне приносят бульон. Тут есть нечего выпить его, что ли? Это суп. Это суп у нас. Миннестроне. Хлебушком побольше закусывать. Хлебушком побольше закусывать. Да, да, да. Хлебушком налегай на хлеб, да, да. У нас сейчас реклама, и я напоминаю, что это программа «Союз нерушимый», и мы говорим о национальной кухне, о воплощении души, да, о особых моментах в жизни, когда хочется приготовить вот что-то хорошее, фееричное. Давайте прервёмся ненадолго и продолжим. «Союз нерушимый». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что говорим мы сегодня о кухне. У нас сегодня представлены в передаче и грузинская кухня, и азербайджанская, и египетская, и итальянская кухня. Итак, Нонна Аслановна, Эльчин, Ваэль и Даниэле сегодня на нашей передаче, и мы с удовольствием говорим о кухне как воплощении души нации. Да. Долма, напоминаю, перед нами. Да. Стоит прекрасная. Можете зайти на сайт, посмотреть их, кирова.ру, видеотрансляции. Вы знаете, много ещё вопросов на самом деле, но вот хочу о чём спросить. Общеизвестно как-то уже факт, если готовишь с плохим настроением, вот вы как профессионалы, то получается ерунда. Не получается. Не получается? Не получается. Нет. Вот хочу, Нонна Аслановна, вы всегда настраиваете себя на позитив перед тем, как начать готовить? Да, я всегда настраиваю, потому что грузинская кухня это такое, что если настроения нету, это не получается. Так же возьмём хачапуры. Если нету настроения, если вот от души это не делаешь, ничего, даже форма хачапуры не получается. Вот пожаришь, как будто вот кукурузная лепёшка положила, перевернула и всё, так же получится. Там кухня, в общем кухню надо вложить в душу. Если без душа, это не работа. Повар не должен работать без души. А какие приёмы у вас есть, чтобы настроиться на позитивный лап? С утра из дома, когда повар выходит, все проблемы должны дома остаться. На работе это думать приправы, заготовки, какой гости, как встречать, каким настроением гостей встречаешь, так и второй раз гости приходят. То есть с песней, как у нас сейчас Даниэль Пупа пел, чоколад, джелато. Кто с песней, кто с улыбкой. Так и вы, бахшиварды, вы начинаете с утра, да? Кто с песней, кто с улыбкой, кто с доброй душой, кто с доброй глазами. Точно. Поэтому по-другому. Традиционно это чай. Мы чаем, встречаем людей, провожаем во время еды, в перемешку. И да, смена блюд прерывается подачей чая. Поэтому, если нет настроения с утра, лучше, чем вот стаканчик крепкого чая, ну допустим, с чабрецом или с гвоздикой, или может и с тем и с другими, с долькой лимона, мне всегда помогает. Я согласна. И после этого уже человек обретает какую-то бодрость, ну и мы всегда понимаем, что повар, он с годами на то и повар, потому что он всегда понимает, что еда не виновата, еду всегда надо делать хорошо и по-доброму. Да, правильно. Молодец. Если не душой, ни одному повару, я сколько лет уже... Значит, это не его работа просто. Да, это не его работа, от души она не делает. Я в многом кафе, в многих кафе работала. И никак, если не душой, я сразу говорю, мне сегодня, ну, обстоятельства надо идти. То есть вы готовите людям, и люди должны после вашей еды, в которую вы вкладываете настроение, уйти с хорошим настроением. Потому что если вы вложили плохое настроение в еду, человек уходит... У нас еще дополнительная ответственность. Люди будут судить именно по нашей еде, о всей нашей национальной кухне. Да. Где они еще попробуют? Особенно если в первые. В первые еще. Поэтому на нас двойная ответственность. Об этом всегда помним и не забываем. Самое главное, что... Так, пожалуйста. Вайль. Самое главное, что... Спасибо. Сам, если... Бувар, любой бувар, любой человек, который любит работать, любит готовить. Да. Если у него есть проблема... У нас, например, вот так, в Египте, у тебя есть проблема, иди в дайвинг. Ты все забудь. Все забудь. Ты смотришь в новый мир, да? То же самое, когда ты готовишь. Ты концентрация только что ты готовишь, потому что ты хочешь быть самым вкусным. Ты все проблемы забудь. Вот это... Даже если у тебя есть плохое настроение, ты начинаешь готовить. Ты все начинаешь забывать. Настроение у тебя начинаем... Как сказать... Поднимается. Поднимается. То же самое. А есть человек, который вы вот... Вспомните или посмотрите, и сразу настроение и поднимается, и улыбка появляется на лице, и... Конечно. Нуна. Это что, признание любви в прямом эфире? Уважение. Демонстрация уважения все-таки. У нас всегда было уважение. У меня, допустим, настроение было, когда начальство утром заходил, вот, и сказал с улыбкой, добрый день. Утро начинается, добрый день. Угу. Вот это много значит для рабочего персонала. Угу. Эльнур Шамилович, когда заходил со своим добрым душой и говорил, добрый день, ну как, работа сегодня... Уже... Уже... Настроение хорошее. Настроение хорошее. Много значит, когда начальник приходит и улыбается. Угу. Само уже стыдно становится того, чтобы не готовить, не делать то, что полагается... Ну, я полагаю, что главный не начальник, а люди, которым вы там, да? Ну, и в свою очередь у вас же есть все равно помощники? Помощники есть или вы все... Или все сама? Ну, где-то есть, где-то сама, да. Нет, одна я всегда, я одна работала, и вроде все успевала. Угу. Пока. Даниэля, итальянская кухня тоже ведь не чисто механический процесс приготовления? Тоже душа-то туда вкладывается? Как, собственно, поближе к микрофону, да, как настраиваетесь на то, чтобы получилось великолепно? Ну, как я сказал... Ну, на славу, на славу, да. Сейчас надо всегда готовить кон иль куори. По-итальянски это куори, душа это куори. С душой. Перевожу. С душой. Кон иль куори. Вот. И у меня, типа, когда на кухне надо все повара, как это, смешно. Улыбкает. Улыбкает. Да, в счастье. В счастье. В счастье. На кухне надо счастье. Все, счастье, все готовят с душа. Угу. Хорошо? Вот. У меня, мой секрет, это утром кофе, все. Какой кофе? Кофе. С молоком. Молоком. Не эспрессо уже... Больше убросай эспрессо. Классический заварной кофе. Сам варишь или жена варишь? Сам. Я на работу. Я пошли на работу. Чайник поставлю. Я спросил себе, ребята, кофе, чай. Да, спасибо. Я кофе, я чай. Я сделаю. То есть ты все делаешь с утра и это тебе поднимает настроение? Семья довольная? Да. Да. Это все, это все. Просыпается жена и радостная уже тебе улыбается. И ты как хорошо жить на белом свете, да? Да, да, да. Слушай, вот на самом деле еще масса вопросов еще по ходу рождается к тем, что еще заготовлено. И вы знаете, я чувствую. Вот хочу вас спросить, как у профессиональных поваров. Любой повар должен обязательно пробовать то, что готовит вот в процессе. Потому что я знаю, что многие относятся к... Не, что вы там... Не обязательно. Не до конца готовые продукты, а ни в коем случае. Не обязательно. Всего надо, надо. Ну, не каждое блюдо готовят. Некоторые блюда просто на взгляд можно определить степень готовности. Некоторые супы или там какие-то... Такие моменты можно и попробовать. Конечно. Там зависимо от всего. Но если он будет пробовать все, что он делает, он, я не знаю, в конце дня... Если много, то ну, у вас есть весы вот так в руках, да? Ты знаешь, что ты добавляешь, ты знаешь, что будет вкус. Не нужно это попробовать. Но есть которые — ты должен попробовать. А есть которые — ты уже знаешь, что в конце концов. Я беру past делу готовы. Конечно, по запаху уже повар чувствует, повар чувствует по запаху, определяет того, что там хватает, что не хватает, даже плод соло. Даже соленый или не соленый определяете по запаху? Не всегда, не всегда. Даниэль. Потому что когда повара заболели, нос не дышится как. Когда повар заболеет, надо дома находиться, потому что у повара большая семья. Я говорю о том, что повар заболел. Это точно. Все блюда пробуйте. Потому что сегодня ты покупал соль, крупный соль, завтра нет крупный соль. Там уже другая степень. Послезавтра морскую. Завтра придет зелень желтая, хорошая, свежая. И вкус другой. Это тоже. Мое понимание. Твое ощущение. То есть ты через язык пробуешь и смотришь, что получилось. Времени остается совсем немного. Но мы еще хотели спросить о таких перекрестных ваших интересах. Вы каждый в нашей студии представляете свою национальную кухню. А что вам интересно? Что вы используете? Какие приемчики из других кухонь? Что вам лично нравится? Что пытаетесь? Аслана готовит, например, грузинское. И что-то использует из азербайджанское, из итальянского, из арабского. И наоборот, например, Вааль или Эльчин или Даниэль использует... И все это с целью донести еще больше удовольствия своим блюдам. Еще больше чувства своим людям, которые будут употреблять вашу еду. Эльчин. Ну, я думаю, так как мы живем в Кирове, часть России, Россия, часть Европы, то какие-то европейские стандартные блюда, будь то мясо по-испански, по-французски, оно присутствует в нашем меню тоже и тоже пользуется спросом. Очевидно. Ну, конечно, там вкрадываются и наши свои добавки. Это нормально. Кто-то говорит, у вас, допустим, мясо по-испански, как-то оно несколько по-другому. Я говорю, хочешь, не хочешь, так получается. Мы не специально адаптируем, где-то ассимилируем. Это происходит. А экспериментируете с другими какими-то особенностями? Это происходит даже само по себе. Или все стандартно? Это даже при всем желании где-то что-то, вот рука сама по себе, там где-нибудь что-нибудь, специи внесет какие-то такие и так далее. Это происходит. Это нормально. Это нормально. Из этого получается что-то новое. Наверное, развитие это и происходит путем добавления чего-то нового. Кухня, она не встает на месте. Всегда продукты меняются, поставщики меняются. Вот Даниэль говорит, что сейчас итальянские повара полную чувствуют свободу. Любой повар души, он художник, он все равно нет-нет, да и проявляет такую свободу. Вот это важно, что любой повар души художник, это правда. Даниэль, как насчет использования приемов кодов? Азербайджанские, например. Да, азербайджанские. Приходилось сказать? Мне нравится очень мясо. Мясо нравится, я кушал много мяса. Да, типа, азербайджанские это хорошее мясо. Шашлык уважают. Мне кажется, шашлык это уже интернациональный. Любой народ готовит мясо на углях. Другая маринатура. А не хотел, не хотел, у меня такой вопрос созрел. А не хотел, например, вот сейчас у нас есть представитель солнечной, Аджари, значит, у нас, значит, из Египта. Еще более солнечный. Еще более солнечный. Еще более солнечный, супер солнечный там. Из прекрасного Баку, значит, Азербайджана представитель. А тебе не хотелось, например, Даниэль, а попробовать, например, азербайджанскую кухню в Азербайджане, съездить в Баку, поесть настоящий, так сказать. Вдруг отличается. Вдруг отличается. Или, понятно, но на славном молодец, там мастер, а вот прямо в Аджарию туда и... Отличается. На месте, так сказать, поесть этих блюд. Не хотелось вот так вот посмотреть, опыта набраться? Хочешь? Хочу, почему я? Тут надо договариваться. У шеф-поваров, видимо, проблема в том, что времени свободного слишком мало, да? И то, что мы здесь собрались в студии, сегодня в пятницу, ну, в пятницу считается такой день особенно востребованный, да? В плане заведений. Я завтра отдыхаю. Я выходной завтра. Так, вот. Куда ты завтра пойдешь? Завтра, послезавтра можно. Так, бери черепочки. Бросай черепей или там по карте вот мне, смотри куда ближе. К сожалению, завершается время нашей передачи уже, без пятнадцати два на часах. Давайте, Адису Алиевичу, представим наших гостей, те заведения, куда можно сходить и попробовать национальную кухню. Сегодня нас порадовали своими высказаниями и настроением. Но, Анасланна Буссеридзе, шеф-повар кафе «Дом кино». Эльчин Сеидов, Абльфа Зуглы, кафе «Кристалл», повар. Добро пожаловать, всегда рады. Ваэль Эль Бедвихи, повар, египетская кухня. И Даниэля Франческо, шеф-повар кафе «Паприка». Я думаю, что вы запомнили. И теперь я думаю, что слушатели могут приходить в эти заведения и говорить, а нельзя ли пригласить шеф-повара, чтобы я мог с ним поговорить, какое у меня настроение и какое блюдо я хочу сегодня получить. Потому что я как-то уже приближен, потому что послушал сегодняшнюю передачу. Да, я послушал передачу, да, и я уже... Спасибо вам большое, огромная удача всем в работе. Всем большое спасибо, да, до свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ